Всем привет, добро пожаловать на портал Немроза Мегаполиса. Меня зовут Алексей Красиков. Сегодня я снимаю короткий ролик в кафе Starbucks. Читаю вопросы зрителей канала. Здравствуйте, Алексей. Расскажите, пожалуйста, почему возникает в агорофобии синдром избегания? Почему, заходя в метро, мне становится плохо или выходя на улицу? И примерно тот же самый вопрос задает еще человек, почему у него возникает паника при определенных обстоятельствах. Давайте я, как обычно, попытаюсь вам доступно и просто объяснить с точки зрения науки и нейрофизиологии, как это происходит. В моих семинарах и тренингах это называется принцип скриншота. Это принцип абсолютно научный. Он основан на бихвеоральной, на поведенческой концепции, разработанной Иваном Петровичем Павловым. Проще говоря, научно это называется условный рефлекс. Есть рефлексы условные, есть безусловные. Вот принцип скриншота. Это по большому счету условный рефлекс клиники неврозов имени Павлова. И, собственно говоря, работа Ивана Петровича. Объясняю. В момент, когда у человека возникает сильный страх или сильный испуг, ровно так же, как и возникает какая-то сильная позитивная эмоция, например, оргазм, или, например, сильная эмоция влюбленности в человека. Вот давайте возьмем две такие крайности. Очень сильный страх и очень сильная влюбленность или, например, контакт с девушкой или с парнем, которому вы очень-очень неравнодушны в позитивном аспекте. Запахи, музыка, обстановка, слова, предметы. И в целом ситуация запоминается психикой так же, как вы делаете скриншот экрана в телефоне или в вашем компьютере. Фиксируется некая фотография. Для чего? А это делает физиологический аппарат для того, чтобы в случае страха заранее предупредить вас о том, что вы уже приближаетесь в зону, где уже когда-то был сильное эмоциональное потрясение. Давайте возьмем этот пример с панической атакой. Вы ехали в метро, у вас возникло вегетативное напряжение, которое вы испугались, и вы посчитали, что это вегетативное напряжение, и перепутали приступ вегетативного напряжения с каким-то приступом сердечным, легочным или сосудистым. Вы испугались из-за того, что вы перепутали, и по принципу скриншота запомнили, где это было, и подумали, что это связано с тем местом. То же самое касается метро, автобусов, самолетов, самостоятельного передвижения по улице. Еще раз повторю, как это выглядело. Вы шли по улице или ехали в метро, у вас случилось вегетативное напряжение, которому вы придали мистическое смертельное значение, перепутали обычный испуг с приступом, и запомнили бессознательно по принципу скриншота, где это было. У меня недавно была клиентка, которая сказала, «Леш, представляешь, у меня случилась паника один раз, когда я даже услышала запах парфюмерии, а оказывается, так же пахло в автобусе, когда у нее была первая паническая атака». То же самое касается музыки в плеере, то же самое касается звуков, запахов, обстоятельств. Ваш мозг заранее предупреждает вас о том, что вы приближаетесь в зону, где уже было очень страшно. Мозг ведь не может рационально смотреть из бессознательного на обстоятельства. Он видит похожие обстоятельства и говорит, «Дзинь-дзинь, здесь у тебя как-то было очень плохо, будь готова». И вот это «будь готова» вы интерпретируете за начало приступа, потому что вот это «будь готова» – это напряжение. И вы говорите, «Ой, сейчас кажется опять». И говорите, «Ой, это опять метро», «Ой, это опять там-то», и думаете, что точно это связано с метро. Вывод, запоминайте. Вегетативное состояние, которое у вас возникает и возникло, не связано ни с метро, ни с улицей, ни с тем, сколько вас на улице, с мамой вы или без мамы, один вы или не один. Это связано исключительно с запоминанием того состояния, которое у вас когда-то было. Вы его испугались. И по принципу скриншота ваша физиология уже автоматически, это называется условный рефлекс, вы автоматически начинаете напрягаться в определенных обстоятельствах. С точки зрения науки и условного рефлекса это выглядит очень просто. Стимул, реакция, подкрепление. Стимулом являлись те обстоятельства, в которых вы находились, и вегетативное напряжение. Затем реакция – это оценка вегетативного напряжения как смерти подобное или позору, угрожающее, например, если я сейчас упаду, что подумают, или если я умру, что будет. А затем вы побежали и стали избегать. Все. По принципу скриншота вы заскринили те обстоятельства, в которых у вас когда-то было страшно, и вы избегаете. Вот так выглядит принцип скриншота. Как с этим работать? Уже много раз об этом говорил, ребят. Но еще раз повторю. Самый главный принцип разрыва условного рефлекса – это быть в тех условиях, в которых у вас он сформировался. И формировать в этих условиях новый позитивный стимул. Все очень просто. Перевожу на человечий язык. Вы идете в те места, где у вас сформировался принцип скриншота или условный рефлекс, и начинаете вытеснять уже рабочую реакцию страха на проживание этого страха, наблюдение за ним и на формирование позитивного стимула, что на самом-то деле вы тут не умираете. Это всего лишь страх, к которому вы привыкли. Это всего лишь привычка. Она терпима. И самое главное – вы не убегаете и не избегаете. Научно это называется экспозиция. Соответственно, еще раз, по науке это называется сформирование условного рефлекса. Терапия называется экспозиционная. На человечьем языке вы запомнили те обстоятельства, в которых вы когда-то перепутали вегетативное напряжение с сердечным, сосудистым или легочным приступом, и по принципу скриншота вы запомнили эти обстоятельства и стали их избегать. Понятно? Я ответил на ваш вопрос? Костя, пожалуйста. И еще раз хочется пригласить всех 25-26 апреля, кто живет в Москве или будет проездом. Я лично два дня, с 10 до 18, суббота-воскресенье, суббота – это 25 апреля, воскресенье – это 26, приглашаю вас на очный семинар. Первый день в субботу мы будем разбирать всю теорию вегетососудистой дистанции, панических атак, агорофобии, навязчивых мыслей и методику работы с этой проблемой. В воскресенье мы будем практиковаться по поиску анализа внутреннего конфликта, о том, какие бывают внутренние конфликты, как они вызывают то самое вегетативное напряжение, почему именно у нас, у этого человека это случилось. То есть я за два дня расскажу вам все, начиная от работы с симптомом, заканчивая о том, как работать с неврозом и самой проблемой, вызывающей то самое вегетативное напряжение, которое вы испытали в метро, перепутались с приступом смерти, испугались и стали думать, что у вас какая-то болезнь, и уже много лет не находите лекарства. Потому что на самом деле вы испугались вегетативного напряжения, которое было вызвано невротическим состоянием. И вот 25-26 я буду все подробно рассказывать, показывать и работать и с симптомом, и с тем самым неврозом, который вызвал вегетативное напряжение. Так что жду вас 25-26 в Москве. Заявки через почту невроза нетсобака.gmail.com или можно позвонить мне лично по телефону 8495, это код Москвы, 201-53-19. Я отвечу вам на все ваши вопросы. Стоимость семинара 8000 рублей за два дня. Это очень недорого, учитывая, что мой дистанционный курс стоит 6500, а час моей работы в интернете стоит 3500, а очно 2500. Так что я искренне призываю и психологов, консультантов, практиков, и желающих из Москвы с проблемой ВСД, панической атаки, неврозов. Приходите. Суббота, воскресенье буду вам все рассказывать, показывать, отвечу на все ваши вопросы. Вам не нужно будет везти в интернет и задавать какие-то уточняющие вопросы. Вы на все получите прямой ответ от меня. Группа будет маленькая, не больше 10 человек. Поэтому у нас будет практика, мы будем разбиваться по пары. На пары я буду ко всем подходить уже на практическом дне. Мы будем заниматься когнитивной терапией, уже работая с мышлением на второй день. То есть я вам все расскажу, все покажу, научу, передам опыт. Будет очень полезно и интересно. Поэтому милости просим. 25-26-го. Ваш Алексей, канал Неврозный Мегаполис. Увидимся в выходные. Пока.